Вокруг культовой трилогии «Властелин колец» снова много шумихи. На этот раз из-за выхода фильма на большой экран, да еще и в самом качественном формате. Как прошел первый сеанс в Иркутске, расскажет Кристина Черкова. Это настольная ролевая игра культовой книги «Властелин колец». Фигурки для нее иркутянин Аркадий Майлян раскрашивает вручную. Серые пластмассовые миниатюры высотой 4 сантиметра с помощью красок и кистей фактически оживают. Таких же поклонников трилогии Толкина, как и Аркадий, хватает по всему миру. Книга уникальна тем, что автор создал целый мир, а в 2001 году это произведение экранизировали, и фильм ничуть не уступает книге. В чем культовость фильма? Это, мне кажется, единственный фильм, который не сравнивает с книгой. Или, по крайней мере, он не проигрывает книге, потому что я не слышал бы ни одного человека, который бы посмотрел фильм одной из трилогий «Властелин колец» именно и сказал бы, ну, книга лучше. Книга, естественно, лучше, но фильм прекрасен и прекрасен в чем-то своем. Фильм Питера Джексона настолько стал популярен, что было решено показать его на большом экране. Раньше такого не было. Но для начала ленту отреставрировали и представили зрителям в формате 4К. Картина стала более четкой и контрастной. Это уже оценили иркутяне. В городе 15 апреля прошел премьерный сеанс первой части трилогии фильма. Билеты на него поклонники «Властелина колец» раскупили моментально. Свободных мест в зале не было. У нас изначально был открыт один сеанс. Мы хотели посмотреть, насколько будет большой спрос. Далее мы добавили уже два сеанса постепенно. На этой неделе мы добавили еще два сеанса. И также у нас есть сеанс с субтитрами, на котором, возможно, будет посмотреть фильм на языке оригинала. Премьерные показы двух остальных частей состоятся 22 и 29 апреля. Иркутские поклонники трилогии уже разбирают билеты. Такой же ажиотаж наблюдается и в других городах. И говорит это только об одном. Произведение Джона Толкина и его экранизация породила настоящий культ. И захватила сердца читателей и зрителей. Значит, каждый человек находит во «Властелине колец» отражение своей жизни и проблем. Кристина Черкова, Василий Заводский. Новости по будням. Новости по будням.